У нас правовое государство, нельзя допустить разгула преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях закон не работает. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа. Держав поле зрения наших правых оппонентов, мы упускаем нейтральную, но тоже активную часть нашего общества, которая находится между, если можно так сказать, между властью и оппозицией. Эти люди хотят стабилизации, и, к сожалению, отдельная из них находится в каком-то состоянии неопределенности. Поэтому для них нужно дать четкие ориентиры дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Беларуси. Это первоочередная задача нынешней власти, и не только идеологической вертикали. Есть вопросы к Министерству образования. Поведение части студентов показывает их небрежное отношение, мягко говоря, к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности, как значимой социальной ступени. Не дорабатывают ректора вузов. В ближайшее время, Игорь Петрович, в течение недели мы должны решить проблему кадровую по таким вузам. Отдельно надо сказать и о профсоюзах, задача которых – защитить человека и их, прежде всего, право на труд. В большей части председатели профсоюзных организаций не поддались политическому ажиотажу. Они здорово сработали на выборах, и эту непростую ношу несут и сейчас. Но есть лидеры, первичек особенно, которые на предприятиях должны были быть на передовой. Некоторые ушли в тень, отдельно спрятались под плинтус. Поэтому нам нужно немедленно пересмотреть подходы в работе профсоюзной вертикали, направив усилия на формирование доверительного взаимодействия руководства предприятий и трудящихся. Профсоюзам, как и любой другой организации, в том числе и молодежные наши, надо найти конкретную работу и показать населению, что они занимаются делом. Для профсоюзов, кроме трудовых предприятий, надо задействовать их в контроле за торговлей, общественным питанием и, главное, ценообразованием. Вторая задача – это коммуналка. Пусть они возьмут на себя вот эти вот две-три функции, это будет для них конкретное дело. Немало недостатков было, остаются и сейчас в сфере средств массовой информации. Поэтому я требую в ближайшее время завершить формирование коллективов основных средств массовой информации и контроль в этом плане за администрацией президента. Должно остаться мощное ядро, готовое отстаивать тот самый информационный суверенитет. Точно, филигранно, прицельно, а главное – наступательно. Надо было, чтобы прошло два месяца, чтобы наши основные телевизионные каналы и другие СМИ, надо, чтобы работали так, как сейчас. Это надо делать постоянно. Журналистика должна перестать, наконец, быть померковной, как это до нынешних времен было принято у нас белорусам. И я тоже в этом плане не снимаю с себя вины. Интернет. Надо большее присутствие в интернете. Некоторые говорят, что страна должна вернуться в русло созидания. Успокойтесь, никакой разбалансированности в стране нет. Нет. Если бы это было, вы бы увидели мою жесточайшую реакцию. Это наиважнейший вопрос президента. И на селе, и в малых и средних городах, и даже в Минске, областных центрах люди работают. Никто из вас сейчас не встанет и не скажет, что где-то не работает предприятие. При всех тяжелейших сложностях, которые приходят нам извне, тем не менее, крутимся, вертимся, выкручиваемся. Но и кадровая политика. Главное, при подборе кадров должна быть инициативность, активная государственная позиция, способность вести диалог с людьми. И наиважнейший вопрос, который сейчас перед нами стоит – надежность. Мы уж слишком вольно себя чувствовали в подборе и назначении кадров. А они потом переобулись некоторые. И переобулись ведь те, которых мы с вами вырастили. Поэтому надежность, сейчас патриотизм, преданность идеям народа выдвигается на первое место. Еще раз подчеркиваю, сегодня в стране все социальные институты работают исправно, без сбоев. В первую очередь, это результат работы, выстроенной за годы независимости системы государственного управления. Несмотря на глобальные шоки, экономика сохраняет устойчивость, выполняет обязательства, как внешние долговые, так и социальные. И даже находит новые возможности для наращивания инвестиционного и промышленного потенциала. Главное обеспечить достойный уровень жизни населения. При всех проблемах, которые я перечислил, еще раз подчеркиваю, главное – экономика. Главное обеспечить достойный уровень жизни населения. Продолжение следует... Продолжение следует...